Как обычно, выбрал самый дешевый, фирмы H-Star. По акции стоит всего 400 рублей, причем часть суммы я оплатил бальными анусами, простите, бонусными баллами, так что лично мне вообще обошлось в копейки. Давайте посмотрим что же за качество нас ждет за столь низкую цену. Первое что меня удивило, красочная бумажная коробка с полноцветной полиграфией. По традиции, анбоксинг. Внутри нас ждет сам контейнер, качественный кабель USB 3.0 с защитными колпачками, а также отвертка, подставка, салазки, ну и конечно же внешний блок питания. Так как коробка для винтов 3.5 дюйма, а не 2.5, и полностью работает от USB без внешнего питания не может. Блок питания имеет вот такие характеристики, и выполнен в форм-факторе моноблока с вилкой. Это большой прогресс по сравнению с внешними боксами которые были популярны лет пять назад, тогда блоки питания были огромные и больше напоминали ноутбучные. Рассмотрим сам контейнер. Корпус выполнен из металла, что честно говоря для меня было сюрпризом, я ожидал дешевый пластик. И очень хочется сказать спасибо китайцам, только лишь благодаря рабскому положению которых мы можем покупать столь качественные вещи в такой богатой комплектации по таким мизерным ценам. И это с учетом логистики и навара магазина. Давайте вытащим основную плату. Кстати говоря входящая в комплект отвертка не подходит к крепящим корпус болтам, у них шлиц гораздо шире. Собственно вот и весь девайс. Все остальное лишь корпус. У моего корпуса есть небольшая проблема, плохо закреплен один из углов глухой крышки. Впрочем, это легко исправить. Отжимаете защелки декоративной панельки, чтобы открыть доступ к болтам, откручиваете панель, чуть сжимаете пассатижами гнездо куда вкручивается болт, и закручиваете все обратно. Когда будете снимать декоративную заглушку, постарайтесь не отломать защелки, их нужно аккуратно отжать изнутри. Теперь давайте установим жесткий диск и наконец проверим девайс. Для установки винта нужно надеть на его боковины вот такие салазки, совместив выступающие пипки на салазках с крепежными отверстиями на боках жесткого диска. Затем устанавливаем плату с разъемами и просто вставляем салазкой в направляющую внутри корпуса, аккуратно опустив жесткий диск до конца. После чего закручиваем два болта. Можем установить подставку. Подключаем все кабели и включаем питание. Давайте проверим скорость. Я честно говоря обалдел. Жесткий диск прошлого года 7200 оборотов. Источник откуда я переписываю SSD накопитель. Итак, 8 фильмов общим весом 4 гига переписались за 35 секунд. Один большой файл на 13 гигабайт за 1 минуту 52 секунды. В среднем скорость записи составляет 115 мегабайт в секунду. Для меня это большой прирост, так как второй мой винт 2.5 дюймовый 5400 оборотов подключенный по USB 2.0 дает максимум мегабайт 30 в секунду. То есть я получил 4х кратный прирост производительности, что с удовольствием использую при переписи бэкапов, для чего собственно винты и покупался. Я очень доволен покупкой, вряд ли за столь низкую цену можно найти что-то лучше. Я покупал в XCOM, за покупку добавили 4 бонуса, то есть 4 рубля. Я написал на Яндекс Маркете отзыв о магазине, его опубликовали, отправил текст менеджеру в XCOM который подтверждал мой заказ, и мне начислили еще 150 баллов. Я могу ими расплатиться за новую покупку, так что коробка мне обошлась вообще меньше чем в 250 рублей.